Доброго дня всем, кто пашет и не пашет, доит, откармливает, стрижет, в общем, работает в самой главной отрасли экономики. Вы смотрите обзор аграрных новостей за неделю. Минеральные удобрения обложат пошлины, от корма бычков помогут субсидии, а всем аграриям пообещали дать субсидию на тонну зерна. Все самое интересное прямо сейчас. На прошлой неделе в России, по данным аналитиков, подорожала пшеница. Не удивляйтесь, если вы этого не заметили. В европейской части страны 3-й и 4-й класс прибавили всего по 50 рублей на тонне, а фураж подорожал на 150 рублей на фоне оживления спроса со стороны животноводов, сообщается ВКОН. Небольшой подъем цены произошел в портах. По данным аналитического центра Росагротранса, в глубоководных портах пшеница с протеином 12,5% стоит около 15 тысяч рублей без НДС. На малой воде – 12,813 тысяч рублей. Экспортная цена на российскую пшеницу остается на уровне 317 долларов за тонну. На элеваторах цена на пшеницу практически не менялась. Рост Росагротранс зафиксировал лишь на юге страны. Можно ли считать этот рост цен началом положительной динамики? Увы, глава СВКОНа Андрей Сизов на этот вопрос отвечает однозначно – нельзя. В ближайшие недели эксперт ожидает относительно стабильной ситуации на рублевом рынке пшеницы и рекомендует аграриям задуматься о тактике дальнейших продаж. К концу сезона Россия, вероятно, подойдет с рекордными запасами, что может оказывать сильное давление на цены в 2023 году, объяснил аналитик. И с этим сложно не согласиться, учитывая, как слабо шел вывоз зерна в начале сезона. Только сейчас, по итогам ноября, мы сможем преодолеть отставание в экспорте по сравнению с прошлым, далеко не рекордным годом. По прогнозам Росагротранса, к концу ноября за рубеж будет поставлено свыше 20 миллионов тонн пшеницы. Это на 1,7 миллиона тонн больше, чем в июле-ноябре 2021 года. Но, конечно, гораздо меньше, чем следовало бы вывести для стабилизации цены. По оценкам аналитического департамента Российского зернового союза, цены на зерно в этом году оказались на 35% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. А вот расходы аграриев, напротив, выросли. Посевная обходится сегодня дороже на 20-30%. Здесь идут и удобрения, и рост затрат, и семена процентов на 40%, как говорят участники рынка, объяснила глава департамента Елена Тюрина. О диспаритетном росте цен растеневоды твердят уже больше года. Еще в 2021 году главы хозяйств требовали либо отменить экспортные ограничения на сельхозкультуры, либо регулировать цены на средства производства по всей цепочке. Правительство с большой неохотой выбрало все-таки второй вариант. Сельхозтехника и запчасти пока остаются вне поля зрения Минпромторга, а вот на удобрения с 2023 года ведут пошлины. Не такие драконовские, как на зерно, но все же. По словам Дениса Монтурова, для всех видов минеральных удобрений будет установлена цена отсечения на уровне 450 долларов за тонну. Все, что выше, будет облагаться пошлиной в размере 23,5%. Интересно, что еще месяц назад Минпромторг отрицал введение какой-либо пошлины и указывал на то, что производители удобрений добровольно зафиксировали цену, а потому в дополнительных таможенных сборах нет необходимости. Российская ассоциация производителей удобрений новость о пошлине никак не прокомментировала, хотя в 2021 году она не раз заявляла, что подобные ограничения – избыточная мера на фоне того, что химики и так добровольно зафиксировали цены на свою продукцию для российского потребителя. Не совсем ясно пока, что будет с ценами на амофос или селитру после введения пошлины на внутреннем российском рынке. С одной стороны, было бы логично предположить, что цены снизятся. Но с другой стороны, Денис Монтуров сообщил, что индексация цен на минеральные удобрения для внутреннего потребления, которая была предусмотрена в декабре текущего года, перенесена на следующий год. То есть в Минпромторге все-таки рассчитывают, что цены повысятся, хотя это повышение будет отложено во времени. Справедливости ради стоит сказать, что животноводы сейчас чувствуют себя гораздо лучше, чем в прошлом году. Практически в два раза снизилась цена на соевые бобы, подешевели широта и жмыхи. И хотя затраты на вакцинацию, премиксы, выращивание сочных кормов все-таки не уменьшились, рентабельность ферм в этом году должна немного повыситься по сравнению с 2021 годом. К тому же государство решило внести вклад в развитие мясного скотоводства. В 2023 году в России появится новый вид господдержки – субсидия на производство говядины, сообщил телеграм-канал Минсельхоза. Компенсацию смогут получить те, кто сдал на переработку животных в возрасте до 24 месяцев. Субсидия будет рассчитываться по ставке на килограмм живой массы. Размер субсидии Минсельхоз, правда, не уточняет. Но зато указывает, что в 2023 году на этот вид господдержки будет направлено 600 миллионов рублей. Много это или мало? Чтобы оценить выделенные средства, мы обратились к данным Национального союза производителей говядины, который указал, что в прошлом году производство говядины в России составило 1 миллион 660 тысяч тонн. Если бы на субсидирование этого объема мяса в прошлом году было выделено 600 миллионов рублей, то за каждый килограмм говядины фермер мог бы получить компенсацию в размере 36 копеек. Но это, конечно, мы считали производство говядины в целом, то есть с учетом выбракованных молочных коров. Если же взять только бычков непосредственно мясного направления, субсидии, конечно, окажутся выше. Может быть, даже достигнут беспрецедентных 3 рублей за килограмм. С господдержкой производства говядины, впрочем, выходит то же самое, что и с поддержкой производства зерна. Можно дать очень хорошую субсидию, если выплачивать ее единичным хозяйством. Эту тему на прошлой неделе активно обсуждали в Минсельхозе, следует из публикации газеты «Известия». Одним из поводов для дискуссии стало выделение 10 миллиардов рублей в виде дотации на тонну зерна. В Минсельхозе утверждали, что ставка субсидий вырастет до 2000 рублей за тонну. Но на деле этих денег хватит лишь на то, чтобы субсидировать 5 миллионов тонн зерна. Тогда как сбор в России уже превысил 150 миллионов тонн. В Минсельхозе известием заявили, что субсидия на реализацию зерновых культур все равно оказывает позитивное влияние на рынок. А в следующем году ведомство попробует попросить бюджет о выделении дополнительных средств, которые бы полностью покрыли спрос на субсидию. Однако сумму, которую придется просить, в Минсельхозе не назвали. Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут подсчитал, что для удовлетворения потребностей всех участников рынка в субсидии необходимо где-то 160 миллиардов рублей. По мнению эксперта, ведомству проще отменить экспортные пошлины, чем искать такую сумму. Депутат Госдумы Надежда Школкина на днях предложила другой вариант. Правительству следовало бы увеличить цену отсечения при взимании экспортных пошлин. Тогда бы и аграрии получили нормальную выручку, и государству не пришлось бы тратить дополнительные средства на поддержку производителей зерна. Кроме того, Минсельхозу предлагали еще один вариант – увеличить закупки в интервенционный фонд до 15 миллионов тонн с нынешних 3 миллионов. Пока ведомство продолжает размышлять на этот счет, председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин отметил, что хотя в растеневодстве рентабельность и снизилась, она все еще позволяет аграриям не только окупать текущие издержки, но и формировать инвестиционный потенциал. Ждем в комментариях ответ, так ли это. Говоря о сельском хозяйстве и его рентабельности, мы, конечно, не можем обойти стороной и общеэкономические, скажем так, вопросы. На днях президент России Владимир Путин дал поручение правительству подготовить новые предложения по росту минимального размера оплаты труда. До 2021 года МРОД в России был равен прожиточному минимуму на душу населения. Два года назад его начали вычислять по новой формуле, исходя из медианной зарплаты. В результате МРОД стал немного выше прожиточного минимума. Например, с 1 января 2023 года МРОД должен составить 16242 рубля. Это на 1800 рублей выше, чем прожиточный минимум на душу населения с 1 января. По словам президента, разрыв между этими двумя показателями должен продолжать увеличиваться. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что целевым показателем является превышение МРОД над прожиточным минимумом на 30%. По крайней мере, министр пообещал работать в этом направлении. По словам Владимира Путину, нужно создать все условия для увеличения реальных доходов, чтобы семейные бюджеты становились более устойчивыми. В общем, если в ближайшие месяцы к вам обратятся местные администрации с просьбой повысить благосостояние сельских жителей, увеличить зарплаты, не удивляйтесь. Такова теперь наша государственная политика. На этом наш выпуск завершен. Мы прощаемся с вами на две недели. Едем в Краснодар работать на ЮГАГРО. Напомню, что в рамках выставки мы проведем два круглых стола. Первый из них «Зерно и деньги» состоится во вторник, 22 ноября. Будем говорить о ценах, рентабельности, затратах. В общем, о самом насущном. Генеральным партнером мероприятия выступила компания «Цилинск Агрохимсервис». Это известный поставщик семян, минеральных удобрений, ГСМ и различных услуг, необходимых сельхозтоваропроизводителям. Так что присоединяйтесь к нам. С 10 утра 22 ноября мы вас ждем. Ну а если не успеете, то подходите на наш стенд «Агробук». Вот теперь точно все. Будьте здоровы и встретимся через две недели. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok